Причина простая. Есть ощущение, что мы устали. Эта усталость выражается в том, что все все поняли и многие свалили и уже не вернутся. Кто-то давно понял, кто-то недавно понял, кто-то понял на протяжении последних 5 месяцев. Но вот возникло такое понимание. То есть нет больше энергетики, не сопротивляться, не менять, не созидать, не творить. А вот это уже плохой звоночек. Это значит, что корейский ряд появился почему? Не было энергетики ни в той, ни в другой стране. Энергетики не было. И это уже в третий раз за этот эфир мы с вами чуем, как звучат российские пропагандистские наративы. Так как весь этот час полномасштабного вторгнення я ретельно исследовал, что намагаются просусти российские псошники на наш украинский информационный простор, то тема в томе от войны и намагание зачепиться за эту тему и раскрутить ее, додать до ней різноманитные эмоциональные факторы, створить тот контекст, чтобы люди самостоятельно надавили на политическое керівництво страны и сделали все возможное для того, чтобы Россия у этой войны руками украинцев не програла. И вот мы видим, как из уст пана Десюка звучит абсолютно идентичный тезис, который фактически подкрепленный лишь личным, субъективным вражением. И я могу обережно упомянуть, что не подкрепленный совсем никакой аналитикой. Хотя, безусловно, пан Десюк вважает себя довольно хорошим философером. Единственное, что я не могу понять из точки зрения наративов и идей, что происходит в этом эфире, почему в эфире, который присвящен Дню Украинской Державности, люди, которые покликаны обговорювать эту тему, фактически играют в ватное бинго и выиграют, я могу так вам сказать.